Всем привет, дамы и господа, с вами Эверон. Вы попали на мой видос по Крэзи Тайм. Это мой первый ролик, потому мы поймали Крэзи Тайм, пока я всё настраивал. Ну как мы поймали? Я не успел поставить ставку, я просто настраивал ОБС-ку, чтобы сделать запись. И по итогу, то, ради чего я сегодня хотел заснять видос, у нас случилось. К сожалению или к счастью, это у нас Крэзи Тайм. Перед началом хочу попросить, друзьяки, влепите лайк, подпишитесь на YouTube-канал, подпишитесь на мою телегу и напишите, пожалуйста, комментарий. Буду реально очень благодарен, потому что ваш комментарий поможет продвижению. Ну а с меня, соответственно, розыгрыши. Розыгрыши в Телеграме, поэтому залетаем. Вот, там есть все что, стримы есть, вся инфа тоже там есть о том, на каких платформах, где, на каком канале я стримлю. Вот, хочу сегодня попробовать по хорошей ставке половить Крэзи Тайм. Суп, мне так обидно, потому что я бы выбирал бы зелёные. Тут даже хоть и на жёлтом выпало 50, я бы выбирал бы всё-таки зелёные. Обидно, на самом деле, потому что я хочу сегодня прям, ну, по хорошей ставке поделать такие вот, прям, ну, хорошую движуху поделать по хорошей ставочке. Поймать, может быть, Крэзи, поймать ещё какие-то бонусы. У меня 64 тысячи, в общем-то, на балансе имеется. Ну, в принципе, планирую пока-покасарю. Пока-покасарю. Это мне хватит на 15 ставок. За 15 ставок, я надеюсь, выпарит хоть какая-то одна бонуска, которая там 20-30 нам занесёт, и, соответственно, мы сможем нормально посидеть, попердеть, поиграть. Вот. Напишите в комментариях, по какому слоту вы хотели бы, чтобы я сделал проверочку, покупал бонуски. Вот. Прошлый слотик мы проверяли God of Olympus. Можете посмотреть, это тысячный Olympus был. У меня на канале есть видос. Ой, подожди. Блин, перелетает. Даже до десятки долетает. Нет, двойка. Вот. Ну и, соответственно, буду стараться, как можно чаще, радовать вас видосами. Надеюсь, это будет вообще заносная движуха, потому что всё-таки заснять видосик, это не всегда о том, как поднять. Потому что, вот, допустим, в Crazy Time мы сейчас играем. Я не знаю, насколько ставок... Ну, как бы, балика хватит на 15 ставок, но на какой ставке мы не выпарили хотя бы какая-то бонуска, я не знаю. Потому что я понимаю, что, может быть, я сегодня всё солью. Ну, либо по Caduce of Olympus я снимал видос, тоже надежды были, но чем закончится видос, вы можете посмотреть. Вот такие вот дела. Знаете, чем ещё мне нравится Crazy Time? Здесь нет максималки, то есть нет ограничения. То есть, ну, абсолютно нет ограничения. Кстати, починочка по Кэссику, вот это, кстати, приятно. Буквально со второй ставки ловлю починку по тысяче рублей. Хорошо. Приятно, что здесь нет максималки. То есть, ты можешь поднимать хоть 25 тысяч икс, хоть миллион икс. Вообще без разницы. Это очень, типа, мне нравится такая движуха. Так, пожалуйста. Ну, сначала, конечно, без иксовки у нас. 7, 10, 15, 20, 40, дабл. Ну, в принципе... В принципе, если бы, конечно, не двойки, если бы двойки были бы там десятками, было бы очень даже неплохо. Ну, пойдёт, пока пойдёт. Ракетик было бы приятно. Но тут, думаю, пятнарик 20 за то, что, ну, более-менее реалистично мы можем увидеть. Но нет. Магнитик, куда ты тянешь его? Не-не-не, брат, ну не, ну только не семёрку. Понял. Ладно. Сейчас даже не хочу говорить. 7х, 7 тысяч. Ну, спасибо. Спасибо и на этом. Две ставки я себе, в общем-то, бэкнул. Что тут ещё, что, возврат идёт? Потратил 8, получил 8. Живём. Живём. Чё у нас вообще по истории? Починка, починка. Кэшханта миллион лет не было. Крэзи тайма миллион лет не было. Ну, если не брать вот этот. То есть, реально, как будто бы сейчас должно прям навалить бонусов. Прям очень много навалить бонусов. Прям, прям пипец как. Напишите, кстати, в комментариях, сколько максимум вы ловили. Я, наверное, максимум ловил, ну, типа, x800. Крэзики. Так, где-то так. Это было в крэзи тайме. Или 600, или 800x. Это было в крэзи тайме с иксовкой. И плюс были респинчики. Вау! Нифига себе! Слушай, а бонусов-то сыпет сколько? Крейзик. Починка. Коин флипчик. Ну, на коине, наверное, максималку 50x ловил. Я не ловил под жёсткий x, типа, и хороший коэффициентик. То есть, ловил там x2, x3. Выпадал именно умножение коина. И, там, на коине, там, 5, 7, 10 максимум. Ну, соответственно, вы поняли, именно на умножение выпадало. Слушай, двадцатку приятно. Двадцатка, это, кстати, очень приятно было бы. Красные. Давай. Сюда просто! Бэнкс! 20! Хорошо! Блин, классно было бы сегодня сотку апнуть. Это прям вообще бомбически было бы. Наверное, звука добавлю. Наверное, да, звука добавлю, типа, чтобы вы тоже слышали, что она тут говорит. Хорошее начало! Если бы я ещё и крэзик поймал. Там, конечно, было на зелёном x15. Было бы тоже приятно, но в любом случае, жалко не x50. По поводу крэзика, смотрите. Стратегии у меня нет. Следующее. Я ставлю постоянно на один тот самый кэфф. На один тот самый цвет. То есть, постоянно ставлю. Потому что, надеюсь, я буду метаться туда-сюда. Рано или поздно какой-то жёсткий заносик выпарит на зелёном, либо там на жёлтом, либо на синим. Без разницы, какой вы цвет выбираете, просто ставьте всегда на один. Мне кажется, это самая такая нормальная стратегия, потому что вы всегда уверены в своём выборе. Вы знаете, что ваш цвет там, жёлтый, допустим. Вы всегда ставите на жёлтый. Какой бы там x не выпал, вы всё равно будете довольны. Потому что рано или поздно там выпарит какой-то жёсткий занос. А из-за того, что вы бегаете по разным цветам, вы можете просто-напросто его не поймать. Но у меня лично так было. Раньше в 20-м году я делал такую стратегию себе, что я ставлю постоянно на зелень. Я ставил постоянно на зелень. Ну, в принципе, был доволен. Потом, когда вот в 22-м, в 23-м году начал опять гамать активно в крэйзитайме. Не долетает. Начал активно гамать в крэйзитайме. Я, короче, начал просто-напросто, ну, типа, по разным цветам кидать постоянно свою ставочку, свой выбор. И по итогу так происходило, когда я выбирал другой цвет какой-то там, ну, типа, допустим, я выбираю зелёный, а на жёлтый выпадает х. В следующий раз выбираю синий, а занос выпадает на зелёном. Я выбираю, допустим, там, зелёный, а занос выпадает на жёлтый. И постоянно вот так вот я попадал не в занос. Блин, не поставилось. Ставки частично приняты. В смысле? Что за прикол? Не понял. Не понял. В смысле ставки частично приняты. Ну ладно, повезло, я засейвил денежку. Я засейвил денежку. У меня тупо залагало, парни, и не поставилось. Очень странно. Ладно, буду наблюдать теперь. Буду активно наблюдать. У меня такое было один раз, случайно, я не знаю, что-то залагало у меня. И у меня все деньги сразу полетели на рандомные вообще, типа, на рандомные ставки полетели. То есть и один, и два, и пять, и десять, и буннский, и всё, короче, улетело. Причём вообще без логики. Как будто бы какая-то система залагала. Как будто бы это... И клавиатура. Может быть, Крейзик, кстати, выглядит очень реалистично. Если бы выпал Крейзик, это была бы самая лучшая радость на сегодня. Потому что я здесь собрался только ради Крейзика. Блин, опять рядом. Потому что ставка у нас тоже была рядом. Блин. Ну, Крейзик. Давай так. Давай одну ставочку вот так вот сделаем. По полторушечке. Не-не-не, остановить. Я хочу дольше по тысяче. Сейчас хочу рискнуть. Только не было четыре игры бонуски. Такое ощущение, как будто сейчас может дать бонус какой-то. Так. Крейзик у нас. Блин. Было прям... Почему не тормознуло? О, ну по полторушке это вообще топ был бы. Давай по тысяче снова. Но чуйки пока нет. Вот чуйка только что была. Опять на Крейзик забайтила. Только с другой стороны. И только с другой стороны. Слушай, мы, парни, уже вернулись к начальному балансу. Баланс был 64 тысячи. И вот 64 тысячи только что было. Чинка на Х3. Не долетает. Ну тут может К... Не, даже так кэша не будет. Коин. Даже не долетит. Охренеть. Даже Коин не долетает. Какой вообще по Чинке речь идет. Блин. Не, ну сейчас должен быть занос какой-то. Сто процентов должен быть занос. Мне кажется, надо добавлять. Мне кажется, надо добавлять. Ладно, полетели. Надо через одну ставку ставить тысячу-полторы. 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 Чисто знаешь... Ну, фортанет. Блин, залетит офигенно. Не фортанет. Не залетит, соответственно. Ой. Кэшхант на Х3. Слушай, а это, кстати... Не, пролетает. Секунд флипа долетает. Даже, по-моему, его перелетит. Хотя было близко, на самом деле. Снова байтит. Снова байтит. Прям тоже в миллиметре. Вот какой-то хоть бонуски. Ладно. Давай тысячу. Я не знаю. Антислив, наверное, на 25 тысячах у нас будет. Просто мне нужно еще постримить. А я додеповать не хочу для стрима. Я просто не хочу додеповать для стрима. Дай что-то хорошее. Дай крейзик. Так, крейзика не будет. Может быть, кэшхантик, да? Ну, где-то рядом тормознет. Где-то рядом. На двоечке. Так, ну все. Теперь повышаем. Теперь повышаем. Теперь полторушку ставим. Ну, я понимаю, что я очень сильно рискую. Но рано или поздно, рано или поздно, выпадет какая-то бонуска под умножение. И я по такой ставке занесу столько, что просто все мои минусы, которые будут по пути к этому рекорду сопутствовать, они просто будут перебиты. И кратно, я думаю, ну, получу профит просто. Вот и все. Просто надо в какой-то такой нужный момент зайти. Вот реально я зашел прямо вот здесь, наверное. Да, на кое не точно, вот тут я зашел. Пока я настроил, чтобы вот возле той звезды у меня балик был виден. Видите, звезда, над ней балик. Вот, типа, настроил. Потом, думаю, пытаюсь растянуть. Потом, ну, короче, немножко картинка не подходит. Короче, именно сама рамка не подходит. Размерами под... Ну, короче, под нужды. Под видосы, под стримы не подходит немного. То есть, по бокам есть чуть пустошь. Пока ты настраивал, выпал крейзик. Так, то есть, да, это был бы, типа, не миллионный занос. Ну, типа, с первой ставки, x15 по тысяче. Приятно. Приятно. Куда? Крейзик? x3. Блин. А, нет, не будет. Тут починка хоть бы тормознула. Пятерки. Ах, даже на единицы. Заскамели, понятно. Понятно, заскамели. У меня, кстати, один момент разочек был. Короче, перелетело, получается, на пятую. Ну, на цифру пять, допустим, летел указатель. И потом откатился назад на единичку. Я говорю, ребята, а вот хоть раз случай был, что выпадает на херовый кэф и перекатывается обратно на хороший какой-то кэф или на какую-то бонуску. Такого ж не было. Только с хороших каких-то заносов перекатывается обратно. Только с хороших заносов. Я уверен, что там, типа, чувак какой-то на пятерку поставил, может там... Чувак, хорошую, хорошую котлету поставил тогда на пятерку. Сейчас, конечно, очко заиграло. Когда я видел починку на х7, вижу, крэзик пролетает. Думаю, блин, ну сейчас починочка, походу, будет. Увы. Просто увы. У меня уже 30 тысяч осталось. 29, 155. Может быть? Может быть, какой-то занос хотя бы? Х10 на Х1. Спасибо. Занос, которого мы достойны. Крэзи Тайм кормит. Прикинь, сейчас на единичке тормознёт. Да нет, на двойку перекатывается. Да почему так? Почему так? Я не понимаю. Так, ладно, давайте полторушку. Я говорю, мне надо ставить на видос 25 тысяч. Саня, тем временем. Остаётся 23, и я такой, нет, играем до конца. Ну, потому что после такой череды неудач, ну, 100% должна быть какая-то удача. Смотри, у нас 7. 12 раз? 12 раз не было бонуски. Даже херово на Х5. Причём, тут-то было Х7. Здесь было, ну, Х20. Окей. Всё. Бонусок больше не было. Теперь у нас опять Х5 или там Х2. Так, ставлю до конца. Чё поделать? Ну, так вот, ребят, за 14 минут 64 тысячи просто улетают в никуда, если ставить по хай-ставкам на Крэзи. Потом, пожалуйста, реально, кто досмотрел? Ну, кто вообще зашёл на видос? Ставьте, пожалуйста, лайки. Потому что, ну, такой просто трындец контент. Как-нибудь нам вот, кстати, сделать видос, где я там пытаюсь с какого-то лоу-балика подняться. Попробовать. Что получится интересное. Давай, не подведи. Хоть одну бонуску. Блин, я, правда, бы сейчас Х40 был бы. Если бы, типа, не знаю, там починка выпала бы. Вообще, кэшхант хотелось поймать. Просто по тысяче выбрать кэшхантик какой-то, солидольненький. Было бы классно. Так, вроде нас коин. А, нет. Перелетает. Единичка. Ой-ка. Попейшн. Сюда. Назад не перекатится. Ни в коем случае. Назад не перекатится. Ни в коем случае. Кстати, как-то он сильно дёргаться начал, да? Будто бы назад туда-сюда откачивается. Обычно быстро тормозит, а тут колесо чисто реально долго начало посипывать. 13 тысяч остаётся на балансе. То есть, по сути, мне хватит сейчас ещё, ну, на две топовые ставки. Всё. Просто занос. Это просто издевательство. 15 ставок, ни одной бонуски. Три бонуски залетело. Х-15, Х-20, Х-50, Х-7, Х-20. Так, ну давай ещё 500 рублей сюда кину. Ладно, полетели, ребят. Что ж поделать? Такое бывает. Может, на десятку икс какой-то? Х-20. Ом. Пешкант на Х-10. Пожалуйста. Блин, не пролетает без вариантов. Четка пролетает. Такой на не долетит. Нет, это долетает. Подожди. А, нет, тормозит. Да, конечно, делаем так. Делаем так. Там 100% долёт был. 100% долёт. Короче, бреет, ребят. Не момент для отдачи. Не момент для отдачи. РТП 0. Сейчас РТП просто 0. Крэйзи тайм просто крэйзи скам. Получается, 16 уставок, у нас не было бонуски. Сейчас будет 17, это вообще забейте. Мало того, что я вовремя залетел, не поймал крэйзик. Потом я ещё попал на скам лайн. Крэйзи тайм. Скам тайм. Всё, друзья, джи-джи. Вот так вот. С вами был Саня. Это был Саня Ворончик. До свидания. Тема Мигус, Реведерчи, Босс Диас. Давайте увидимся.